Здравствуй, дорогой первоклассник! Не удивляйся, пожалуйста, в нашем классе нет света, а урок пора уже начинать, поэтому я зажгла свечу. Интересно, а каким источником света является свеча? Ну вот, дали свет, и мы можем начинать наш урок. Но для начала я хочу тебе напомнить, что зажигать свечу без присутствия взрослых нельзя, и обращаться с огнем нужно очень аккуратно. Итак, давай начнем наш урок, который называется «Искусственные источники света». И сегодня на уроке ты узнаешь, какие бывают искусственные источники света и как человек научился их использовать. Для начала давай повторим. На прошлом уроке мы с тобой выяснили, что все источники света велятся на две группы. Есть естественные источники света, созданные природой, например, солнце, звезды, некоторые природные явления, живые организмы. А есть искусственные источники света, которые созданы руками человека. Посмотри, пожалуйста, у меня на столе есть три источника света. Настольная лампа, фонарик и свеча. Как ты думаешь, к каким источникам света они относятся? Вот это мы и выясним сегодня на уроке. Для начала сравни рисунки. Посмотри, какие источники света на них изображены. Какие из них являются естественными, а какие являются искусственными. Проверим, как ты справился с заданием. Для начала давай выясним, какие естественные источники света есть на этих рисунках. На первом рисунке изображен день, и мы ясно видим, что все освещено солнечным светом. Солнце – это естественный источник света. Какие искусственные источники света изображены на второй картинке? Мы видим яркий свет из окон домов, видим свет фарм, автомобилей, видим, что горит уличный фонарь, свет светофора, а у человека, который идет по тротуару, в руках есть фонарик. Это все искусственные источники света. А какие искусственные источники света используешь ты? Я думаю, что ты назовешь люстру, которую мы освещаем наши комнаты, назовешь фонарик, настольную лампу, которую ты используешь для чтения или, может быть, для выполнения домашнего задания. А возможно, у тебя есть ночник, его свет не настолько ярок, но все-таки это тоже искусственный источник света. А не задумывался ли ты над тем, кто же это все придумал и с чего это все началось? Ты же хочешь узнать об этом? Давай узнаем. Оказывается, первым искусственным источником света был костер, который разводили древние люди в своих жилищах для того, чтобы осветить их или согреться. Они не умели тогда еще добывать огонь и получали его только от природных источников, например, от удара молнии. Они бережно берегли огонь и передавали друг другу на факелах или с помощью тлеющих углей. В древнем жилище казахов, юрте, очаг всегда располагался в центре. На очаге готовили пищу, светом очага освещали юрту в темное время. А в дневное время свет попадал через шанарак. А какими были первые искусственные светильники? Оказывается, их изобрели древние римляне и греки. Это были вот такие вот лампы. Внутрь лампы заливалось масло растительное или животный жир. В носик лампы вставлялся фитилек, и он поджигался. Свет был не очень яркий, но это был первый светильник. Правда, похоже на волшебную лампу Аладдина? Мы сейчас не представляем наши вечерние улицы без освещения фонарями. А когда появились фонари и какими были первые фонари? Оказывается, первые фонари появились в 15 веке на улицах Лондона. Тогда еще были люди, которые назывались фонарщиками. Так вот, внутри фонаря стояла обычная свеча. И каждый вечер фонарщик по лестнице забирался на фонарь, чтобы зажечь свечу. А каждое утро снова забирался, чтобы потушить ее. Потом на смену свече появились газовые фонари, и только в 19 веке на наших улицах появились электрические фонари. Сейчас на нашей планете искусственных источников света очень много. Электрический свет может распространяться на дальние расстояния. Давай посмотрим, как выглядит наша планета из космоса, благодаря тому, что мы используем искусственные источники света. Тебе понравилось это видео? Да, оно действительно завораживает. Современное уличное освещение, дорог, мостов, тротуаров и зданий делает нашу жизнь комфортной и безопасной. А какие еще источники света изобретены для нашей безопасности? Конечно, ты назовешь светофор. Когда на улицах движение стало оживленным, появилась необходимость его регулировать для того, чтобы обеспечить безопасность пешеходам. Вот тогда и придумали светофор. А вот для того, чтобы обеспечить безопасность на железных дорогах, используют семафор. А знаешь ли ты, что такое маяк? Маяк нужен для того, чтобы указывать безопасный путь кораблям. Свет маяка распространяется на дальнее расстояние. Люди используют маяк в глубокой древности. Самый известный маяк – это Александрийский. Его построили в Египте еще до нашей эры. Высота маяка была 140 метров. Он считался одним из семи чудес света. В древности на маяке разжигали огонь, а теперь на них используют мощные электрические лампы. Свет маяка видно кораблям за 30 километров. И благодаря маяку корабли знают, куда можно плыть, а куда нельзя. Давай посмотрим, как выглядит современный маяк. Редактор субтитров А.Семкин А теперь давай поиграем. Рассмотри искусственные источники света. Раздели их на две группы. Какие мы используем дома, а какие используем на улице. Посмотри внимательно. Теперь давай проверим. Я думаю, что ты разделил наши источники света таким образом. Для дома – люстра, настольная лампа, телевизор. Для улицы – уличные фонари, светофор и наружная реклама. Теперь ты знаешь, что искусственные источники света изобрел человек. Искусственные источники света используют для освещения зданий как внутри, так и снаружи. Человек использует искусственные источники света каждый день. На этом наш урок окончен. До новых встреч!